Сидели тут на банджо играли Да, были времена В общем там, друзья Друзья, сегодня мы отправляемся в наш очередной trip Наша очередная поездка Предстоит она нам снова в пустыню Ну, как же иначе Вот И посетим мы сегодня очень классный, очень интересный городок Уникальный городок Расположенный посреди пустыни Называется он Пионер Таун Чем он уникален, чем он интересен Давайте посмотрим, давайте узнаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, мы свернули на дорогу, ведущую Она называется Пайнер Таун Эта дорога как раз-таки Идет непосредственно к самому городу И я просто хочу такую небольшую информацию дать Это очень довольно-таки безлюдное место И вообще в США, в Калифорнии в частности Не рекомендуется туристам в качестве одного И даже двух человек посещать такие безлюдные места Потому что если посмотреть вот туда Эта аэрия заселена вот такими одиноко стоящими на холмах домиками И, честно говоря, не совсем понимаешь, как они там живут Ну, у них там есть коммуникации И все там проведено, все там как бы есть Нормально все Но довольно-таки безлюдные Все это здесь имеет вот такие таблички, как частная собственность Но вот, trespassing, типа, мол, не шляться здесь И кто его знает, кто-то может жить в этом домике И гуляя здесь, в этих безлюдных местах, в этих пустынях Очень опасно И надо всегда информировать туда, куда ты едешь Знакомых каких-то, родственников, еще кого-то Потому что это на самом деле очень опасно В США как и хорошо, так и может быть плохо Но мы свернули все-таки на Пайнертаун Дорога, которая ведет к нашему месту назначения К нашей конечной точке И позади нас остался парк Джошуа-3 Который наводнен вот такими деревьями Джошуа Вот такими мохнатыми каптусами Вот один из них, правда маленький такой Там мы проезжали огромные такие были деревья А это такой небольшой Вот Ну что ж, нам осталось совсем немного Мы скоро приедем Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и добрались до славного города Пайнертаун Вот такой вот он Вот это вот главная улица Мэйн-стрит Она была открыта для публичного посещения Совсем недавно ее сделали пешеходной Вот В 1946 году в округе Сан-Бернардино Весьма популярный на тот момент актер Дик Кертис Решил, попадался целью построить целый город В стиле Дикого Запада конца 19 века Но построить его не для того, чтобы снимать Задавать в аренду жилье А как киносъемочную площадку Вот такую вот огромную киносъемочную площадку Сразу, как только ты въезжаешь в город Тебя встречает вот это вот заведение Энное количество лет здесь была когда-то заправка Единственная в городе А сейчас на базе нее Вот такой вот клуб, закусочное Я не знаю, как это, петельно-закусочное заведение Которое называется Папиан Хэриотс Пайнертаун Телес Здесь, кстати, в свое время Очень часто выступали музыканты из Лед Зеттерин И они, в общем-то, довольно давно покровительствовали Вот этому месту В сезон Вот эта вот закусочная Она практически постоянно забита полностью Но сейчас, судя по январским ветрам Она закрыта Да Так вот И уже сразу на входе Вот когда поворачиваешь отсюда с главной дороги Вот Пайнер Роу, по которой мы ехали Сворачиваешь вот так, где начинается Ку-сам город Вот такое любопытное место Судя по названию Он называется как Пайнертаун Виллд Вэр Сиэтл Станд Шоу Экстраваганза, не знаю Это, по-моему, на испанском Короче, судя по вот этой табличке Здесь проходят различные ивенты и свадьбы И, надо сказать, проходят они не как обычно А в стиле 19 века Как это было, видимо, в те далекие времена Ну, я не знаю Вот судя по тому, когда я заглядываю сюда Видишь вот этот вот антураж Ну, что-то такое весьма интересное И грант, банк Какое-то театрализированное что-то происходит здесь Да, вот И табличка предупреждает Никакого алкоголя и курения там внутри Грезвые вечеринки, судя по всему, там мероприятия Редактор субтитров А.Семкин Да, интересно, конечно, походить, погулять Правда, вот время не очень удачное мы выбрали Сейчас середина января Очень ветрено, здесь просто сумасшедший ветер Холодно, всего только 6 градусов по Цельсию И, надо сказать, что туристов здесь практически нет Но зато очень хорошо подойти, вот посмотреть Пощупать все эти здания, фасады, которые были построены Больше полувека назад Но, вообще, надо сказать, что задача построить город Была непосильной для одного человека И поэтому Джин привлек к этому делу порядка 17-17 персон Включая среди них своих лучших друзей Очень аутентично, очень Огромный кактус Колючий Болдвин Майнинг Компани А вот тюрьма Как вам? Тюремные за стенки? Я в тюрьме 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 Вот, здание каждой, фасады каждого здания Вешаны вот такими вот элементами Ковбойскими Лошадиные сбруи Которые сделаны из настоящей кожи Кстати, по всему, валов И крепкая такая довольно-таки кожа Ручная работа Да, интересно Еще здесь Оставшихся зданиях, которые есть Практически в каждом из них есть Сувенирный магазин В котором можно заказать даже себе вот такую вот сбрую Из натуральной кожи с ручной выделкой Идем дальше Вот, что интересно висит Тут вот много очень предметов, которые висят на стенах, на фасадах зданий Вот это, например, сбруя Коей пользовались лихие, бравые ковбои Вот седло для ног Штука Не знаю, что это такое Мишки какие-то наваленные Все это, кстати, восстанавливалось Очень точно В соответствии с тем временем Конца 19 века Здание банка Отел Даже ванная комната есть Присядем Сидели тут Вот на банджо играли Да Были времена Более 50 фильмов и различных телешоу на тематику вестернов было снято вот здесь вот на этой вот огромной киносъемочной площадке В период середины 40-х по 60-е года прошлого века Вот еще один сувенирный магазин Здесь уже предметы ремесленного производства Горшки, вазы всякие там Но, к сожалению, закрыто Сейчас такая пора года, что холодно И, в общем-то, мало кто работает Город, кстати, автономный Он не принадлежит Он является как бы сам по себе И не инкорпорирован ни в какой округ Вот Домик какого-то тоже ремесленника Private Residence Заходить нельзя А то будет как в Диком Западе Прикольное убранство вообще здесь Будем стрелять С ковбоями шутки плохи Клоуст, клоуст Ух ты Огромный кактус Мохнатый Правда, обманчивая внешность Мохнатость вот эта вот Вот здесь, кстати О, прикольно, интересно Вот тут имитация места Вот этот стол, где выделывают кожу И его станок, судя по всему Не знаю, правда, работает он или нет Судя по цвету ржавчины Ни хрена он не работает Но напоминает Здесь делали выделку Или каких-то сапогов Или что-то для поднадлежности Каких-то вот ковбойских элементов Одежды, может быть, что-то Обуви В 2006 году, надо сказать Население этого городка Составляло 350 человек Но в этом же году Во второй половине случилось страшное Здесь был пожар И какая-то часть зданий сгорела Основную часть зданий Историческую основную часть зданий Пожарным удалось спасти Но вот ландшафтная Окружающая вот эта среда Она очень сильно пострадала И мы потом походим Поснимаем вокруг И вы увидите сами Как здесь очень пустынно Хотя на старых снимках На которых я смотрел Здесь достаточно много было Джошуа-3 деревьев Вот этих мохнатых кактусов Как я их называю Вот это еще один магазин Где как раз таки продается Вот это вот сбруя для лошадей Вот это еще одно уникальное здание В 1947 году Том Томпсон Запустил здесь первый шар Это самый старый боулинг В Калифорнии В 1947 году он был построен На сегодняшний день он закрыт В 2010 году он закрыт Но до этого момента До момента закрытия Он являлся самым старым боулингом В Калифорнии Что-нибудь видно? Да, видны, кстати Примодлежности для игры в боулинг Причем такие тоже Старые, аутентичные Здесь закрыты все бумагой Жуткий ветер Просто жуткий ветер Он пронизывающий здесь И на самом деле Зимой Практически здесь Нет никого Безлюдно Это, кстати, часть Мы отъехали на противоположную часть Которая находится Противоположная сторона От входов Пайнертаун Вот эта часть Она удаленная Она больше всего пострадала От пожара в 2006 году Здесь сделаны символические ворота Там, конечно, ну В общем, для вольера Для лошадей Такой, как бы, символизирует Дикий Запад На сегодняшний день Очень много местных И приезжих Используют Пайнертаун Для проведения Различных мероприятий Свадеб там Каких-то День рождения Часто очень мексиканцы Сюда любят Заезжать Более того Учитывая, что этот город Автономный Здесь имеется свой пост-офис И вот такой вот Офис шерифа Причем они рабочие Абсолютно Вот даже люди заходят Что-то там Письма отправляют Что ли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И уже на выезд из города мы решили заглянуть еще одно интересное довольно-таки место, которое располагалось на одном из загружающих Пайнертаун огромных холмов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА